Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design. И сегодня хочу с вами поделиться тем, как мы организовали свое удаленное рабочее место. Как известно, сейчас у всех самоизоляция, либо у кого-либо карантин. И мы переехали на дачу, несмотря на то, что достаточно холодно. Смогли хорошо наладить интернет. Что мы для этого сделали? Во-первых, там, где мы находимся, это Ступинский район. Здесь большая-большая беда именно в нашей точке с мобильными операторами. Мы пробовали и Мегафон, мы пробовали и МТС, и Белайн Теле 2, и со всеми было очень плохо. В итоге проблему мы решили тем, что мы поставили антенну. И на эту антенну прикрепили, вот видите, вот эта белая штучка, вот эта вот. Это специальная антенна, которая принимает сигнал и позволяет его усиливать. В связи с этим у нас хорошо ловится интернет. Мы купили флешку Теле 2, симку, и купили флешовый модем. Сейчас я вам покажу, как это выглядит внутри, который у нас, соответственно, раздает Wi-Fi. И мы, находясь на нашем участке, можем им пользоваться. Вот таким образом выглядит модем. Видите, вот эта штучка я в описании дам, как это называется. У него настроена антенна, которая позволяет пробивать участок, соответственно, наше непосредственное место, где мы работаем. И вот здесь вот вставлено Теле 2. Он показывает то, что интернет работает. Что мы еще сделали. А вот так сейчас выглядит наше рабочее место. Соответственно, два рабочих компьютера, которые присоединены к нашему интернету, к сети. Есть вот такая специальная подставка, которая позволяет удобно сидеть, беспроводные мышки, очки. И, собственно, все рабочее место полностью переезжает. И вот наш второй малыш. У него, собственно, наш парк, да, это Делла Винова. Здесь увеличена оперативка. За счет этого он достаточно себя шустро везет. Но основной, конечно, рабочий вот этот компьютер. На нем и фотошоп, и иллюстратор, и все остальные программы. Соответственно, мы посмотрели много тарифов. В итоге временно, пока мы остановились на Теле 2, он стоит 500 рублей в месяц. Там 40 гигабайт интернета. Плюс мы дополнительно оплачиваем опцию, которая позволяет безлимитно смотреть YouTube. Она стоит 150 рублей. И при помощи этого интернета нам хватает для того, чтобы работало два компьютера, два телефона и планшет. И все были обеспечены интернетом. Мы будем дальше смотреть, сколько мы, конечно, съедим трафика. Я качаю видео с Инстаграма, загружаю их на Инстаграм, веду прямые эфиры, смотрю YouTube. То есть много-много очень интенсивно. Но для тех, у кого такая же проблема, как и у нас, что нет интернета, вот такое решение могу порекомендовать. То есть не просто модем, как я показала, а именно с антенной, которая позволит вам улучшить сигнал. Все описание техники я проложу к этому видео. Поэтому, если будут вопросы, обязательно пишите. И оставимся на связи. Пока-пока.